Трус Трус Хоккейный клуб «Витязь» – город Чехов. Выступает в ледовом хоккейном центре с одноименным названием. Генеральный менеджер, олимпийский чемпион Алексей Жамнов. Тренерский штаб команды возглавляет Андрей Назаров. На поддержку чеховских болельщиков в этом сезоне вправе рассчитывать Тавгай Джон Мирости, заводить трибуны его профессии. Презентация новичков клуба. Хоккеистов никто не рассаживал, поэтому вся молодежь слева, а канадские профессионалы справа. Главный тренер символично сел посередине между этими двумя лагерями. Из них и будет состоять «Витязь» в новом сезоне. Молодежь получит игровое время и простор для творчества, а простор этот будут создавать, ну кто бы вы думали, правильно, за океанские гости. Евгений Тимкин. Самый скандальный переход лета. Молодой Тавгай, как его называют, за бойцовские качества, ушел в «Витязь» не откуда-нибудь, а из авангарда. Отпускать его в стан самого принципиального соперника, ой, как не хотели. Теперь Тимкина в Омске не ждут, а он об этом и не жалеет. После нескольких лет, проведенных за океаном, где тренер видел в нем скорее нокаутера, чем хоккеиста, Тимкин рад почувствовать, что здесь от него хотят забитых шайб. Хотя и крепкие кулаки, конечно, тоже могут пригодиться. Все равно легче играть, когда знаешь, что у тебя ребята за спиной могут тебя поддержать и никогда не проиграют этот бой. Была прерогатива смотреть хоккеистов до 22 лет. То есть это те хоккеисты, которых еще поддаются обучению и в принципе в целом что-то из них можно сделать. Андрей Назаров – человек в жизни очень спокойный. Это киевеликан, точно знающий, куда движется клуб. Но эмоциональный всплеск, который с его ребятами то и дело происходит на льду, тренер «Витязя» и сборной России ценит высоко. Возможные эмоции – единственный шанс «Витязя» на плей-офф. Команда должна быть заряжена, как ракета. И здесь канадцы очень кстати. Атмосфера, конечно, интересная, потому что они дают такой эмоциональный всплеск в раздевалке, в перерывах, до тренировки, после тренировки, во время тренировки. То есть заметно многие хоккеисты к этому, конечно, не готовы, но уже начинают привыкать к этому эмоциональному всплеску, взрыву, можно сказать, этих эмоций. На мой взгляд, любой хоккеист должен уметь показывать свои эмоции, должен их показывать эти эмоции на льду. Выбранная стратегия, согласитесь, очень смелая. В России так еще не играл никто, но тандем Назаров-Жамнов не привык быть в роли аутсайдеров. Они хотят быть на виду, и это им в полной мере удается. Ну а потасовки на льду – это не цель, но вполне может быть средством. Только что завершилась тренировка «Витязя», все игроки ушли в раздевалку. Я могу сказать, что посмотрел весь тренировочный процесс. Вопреки мнению, которое могло сложиться у болельщиков, никаких стычек и драк на льду не было. И вот в заливочной машине не приходится убирать со льда остатки крови. Это была хорошая тренировка, дружелюбная, никаких драк не происходило. Однако давайте вспомним, чего добился «Витязь» в прошлом сезоне. 21 место в регулярном чемпионате из 24 возможных, 17 побед, 37 поражений. Лучший бомбардир – Вадим Бердников, 12 голов, 17 передач, итого 29 очков. За весь сезон игроки команды в общей сложности отсидели на скамейке штрафников рекордные 1238 минут. Наибольший вклад в эту угрозную копилку команды внесли легионеры, особенно Джошуа Греттон. 170 минут его достижения в континентальной хоккейной лиге. Но больше всего команда запомнилась ледовыми побоищами с «Авангардом». В этой игре хоккеисты «Витязя» не дали секундной стрелке досчитать до шести. Встреча коллективов стала самым грубым хоккейным поединком в истории. На двоих подмосковные омские клубы в январе 2011-го получили более 700 минут штрафа. 4 миллиона рублей должен был заплатить «Витязь» за организацию этого побоища. Кадры безжалостного избиения посмотрели миллионы человек по всему миру. До сих пор нет точного ответа на вопрос, были ли действия хоккеистов в красно-белой форме, предусмотрены тренерской установкой. Но еще большая загадка для болельщиков, что именно сказал Андрей Назаров в этом эпизоде генеральному менеджеру «Авангарда» Анатолию Бардию. Правда интересно? Так что же, Андрей Викторович? Уже не помню. Детей много. После этого хоккеистам и болельщикам за океаном больше нет необходимости рассказывать о клубе из Чехова. Они могут не знать о других российских командах, но правитесь, наслышаны все. Да, все знают о Витязи в Канаде. На ютюбе есть много записей драк с участием этого клуба. Конечно, их все видели, обсуждали. Смотрел я, смотрели мои друзья, все в курсе, куда я уехал. С прошлого сезона команда сильно изменилась, однако, судя по составу, характер ее игры останется прежним. Соперник должен опасаться Витязи еще до стартового свистка, поэтому теперь в составе не просто крепкие канадские парни, но и профессиональные полицейские и даже участники боев по смешным единоборствам – Джон Мирости и Джереми Яблонский. Говорили про них много, в некоторых командах уже знают, чем может закончиться встреча с ними на льду. Это хоккейные свитера новичков Витязя. Я их тут насчитал 14 штук. Особый интерес, наверное, вызывают вот эти два свитера с фамилиями Мирости и Яблонский. Наверное, уже сейчас найдется немало игроков и хоккейных болельщиков, которые хотели бы разорвать в клочья эту форму. Ну что ж, тем интереснее будет смотреть новый сезон в континентальной хоккейной лиге. Ну, конечно, сейчас реагируют, приехали ребята, которые могут хорошо, наверное, чуть-чуть бояться. Не то, что не бояться, но просто вот, что перед каждой игрой нам сказали, ну что, сегодня будете драться, не будете драться. Я говорю, ну, выходим играть, а как в игре, что будет, то будет. Еще раз повторюсь, меня это мало интересует. Если будут драки, будем с этим работать и дальше. Основная задача стоит, это попадание в плей-офф и руководство клуба, и тренерский стафф, и хоккеисты это все понимают, и все делают все возможное, чтобы эта задача в этом сезоне выполнена была. Что только не говорили о новых приобретениях «Витязи» этим летом. Якобы клуб купил Тавгаев, чтобы бить наших хоккеистов. Давайте узнаем, действительно ли эти люди такие страшные, какие они в жизни. Итак, давайте знакомиться. Джон Мирости говорит, что в жизни мухи не обидит. Ведет себя очень дружелюбно, охотно фотографируется с детьми, много улыбается, но при этом его фигура внушает тревогу. Ровно как и фигура Яблонский, Тарнаский и Бренана. Канадцы в команде как на подбор. Но вернемся к Мирости. Этот человек со скимом в руках, тот, кто предлагает всем хоккеистам лиги наконец стать мужиками. У него есть сын, скоро Джон ждет рождения дочки. В Канаде у него ранчо, где примерный семьянин держит 30 лошадей. В детстве я был забивным форвардом. У меня здорово получалось играть в нападении. А затем в 15 лет у меня случилась первая драка на льду. С тех пор я понял, что это весело и определился, кем я хочу быть в хоккее. Мне нравится быть сильным, нравится то, что я делаю. В городе Чехов ему не скучно. Здесь есть друзья, с которыми можно не только поесть мороженое. Я не женат, могу даже сказать, что я одинок. И мне чертовски нравятся русские женщины. Единственная проблема в общении. Трудно завести разговор, но если удается, то контакт легко налаживается. Бесшабашные парни точно знают задачу, которую поставил перед ними тренер. Они готовы ее выполнить в любой момент. Собственно, это им по душе. Что делать? Да, я знаю, что моя цель – защищать игроков «Витязя», расчищать для них пространство. У них должна быть свобода действий, а соперник должен чувствовать, что этих ребят трогать нельзя, иначе будет нехорошо. Поэтому с нетерпением домашних игр нового сезона в Чехове ждут болельщики. Они точно знают – скучать на матчах не придется. Клуб переехал из Подольска в Чехов 16 лет назад. С тех пор он радует местных любителей хоккея. Эта ледовая арена была достроена. В данный момент она вмещает 3300 человек. Ну и, конечно, этого недостаточно. Даже на открытые тренировки иногда приходят несколько тысяч болельщиков. Хоккей здесь действительно любят. Все в Ледовом дворце города настраивает на воинствующий лад. Образ былинных богатырей, которые ступят на лед, приходит на ум сразу, как только оказываешься на трибуне. Здесь, на арене в городе Чехов, потрясающие надписи. Вот, посмотрите. Прямо над моей головой написано «Во славу Божию и в победу Витязя». На другой стороне еще более воинствующая надпись. Кто к нам с мячом придет, тот от мяча и погибнет. Представляете, какая атмосфера будет царить на играх. Можно даже провести параллели с футбольными играми в Турции и Греции, где самый подходящий баннер «Добро пожаловать в ад». Так что я приглашаю всех болельщиков посетить домашний матч «Витязя». Это, несомненно, будет незабываемый выезд. Я лично себе уже местечко выбрал. Впрочем, вы вправе сами выбирать хоккей, который вам по душе. Окончательно решить, стоит ли вам ехать с Чехов, вы можете прямо сейчас. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова